Таврия-бренд Крыма? Симферопольская Таврия завоевала звание первого чемпиона Украины. Инструмент политиков? Будет вручен сертификат на строительство нового стадиона для Таврии. Или дорогая игрушка? Мы за бесплатно просто устали играть. Уже ровно год не платят. Влад Кушнир играет за Таврию с первого дня, как только команда покинула аннексированный Крым. Но такого кризиса, как сейчас, не помнят. Уже ровно год не платят. За пять месяцев дали минимальную зарплату. И все, больше ничего не получал. Таврия может не пережить карантин, считает главный тренер Сергей Шевченко. Футбол в Украине уже разрешили, но играть за клуб пока некому. Вот они не приехали на сбор. Они откровенно сказали, Сергей Васильевич, мы за бесплатно просто устали играть. Вот пусть на карточку хоть одна зарплата упадет, и мы сразу же, как в фильме, вечером стулья, утром деньги, утром стулья, вечером деньги. Стулья есть, денег нет. После аннексии в 2016-м Таврия переехала из Симферополя в Береслав Херсонской области и начала выступать во второй лиге чемпионата Украины. Поддержать родной клуб приезжали болельщики из Крыма. Да, поначалу в первый год даже ездило большое количество, потом появились проблемы с ФСБ. Теперь Таврия базируется в Железном порту, матчи проводят на стадионе в Береславе. До недавнего времени клуб имел собственный автобус. Когда финансирование прекратилось, автобус отдали. Татары автобус подарили. Боже мой, поехали автобус, что такое при команде свой автобус. Расписали его. Мы первые годы ездили, вот так люди сидят на остановке, по Украине едем, они так сидят. Ё-моё, Таврия, Симферополь. Два года назад Таврии пообещали и собственный стадион. Обязательство построить его взял на себя президент Украины Петр Порошенко. А президент Федерации футбола Украины Андрей Повелко вручил сертификат на строительство. Сегодня будет вручен сертификат на строительство нового стадиона для Таврии. И не просто сертификат. Мы берем обязательство, что в следующем году новый стадион будет сдан. Эти обещания прозвучали в 2018 году, но реальность оказалась совсем другой. У Таврии это как бы политически даже, но это интересен, мне кажется, интересен клуб вообще в Украине, правильно? Но как сложилось, ну все по-другому, конечно. Точностью наоборот. Сегодня у Таврии ни денег, ни стадиона. Проект новой арены завис в воздухе. Заказали проект, потом были несколько тендеров на Прозоро, которые по каким-то причинам были забракованы. Да, потом у нас произошли выборы президента, смена власти. Я так понимаю, что ушел бюджетный год и в принципе это все так и закончилось. До и после аннексии Таврию финансировал Сергей Куницын, экс-нардеп и бывший депутат Верховного Совета Крыма. Он рассказывает, как, по его мнению, можно спасти клуб. Только одним путем найти спонсора. Я 10 миллионов гривен депутатских оставил, там проект сделан в Береславе. Но нужно найти спонсора. Футбол это дорогое удовольствие. Другие спонсоры Таврии на материковой Украине – Виктор Найденов, директор аграрного хозяйства в Каховском районе, мэр Новой Каховки Виктор Коваленко, ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский и президент Федерации футбола Крыма Игорь Колыхаев. Стабильно финансировать Таврию эти люди не могут или не хотят. Других источников дохода у клуба нет и это проблема всего украинского футбола, объясняет Олег Комуняр. Менеджеры многих клубов сидели на деньгах, которые давали олигархи и успешно их осваивали. Так или иначе их делили, что-то на клуб и получался у нас футбол. Думали, что это будет у нас всю жизнь. Да, 2014 год показал, что всю жизнь так не получится и мы потеряли очень много команд в премьер-лиге, а и в первой, и во второй их, наверное, по пальцам одной руки не сосчитать. Даже на клуб второй лиги нужны немалые траты. Одна поездка Таврии на игру стоит в среднем 30-40 тысяч гривен, говорит главный тренер. За сезон таких выездов из Береслава у Таврии не менее 10. Допустим, выезд суммы. Очень-очень много берет топлива. Допустим, где-то 18 тысяч гривен, это дизтопливо, туда-назад. Проживание в гостинице. Они сбрасывают, сколько там проживания. Ну и плюс, сколько мы там расписали питание, вот какое нам надо питание. Они просчитывают, все сбрасывают и все. Где-то в районе 35-40 тысяч. Ну вот едет, понятно, человек 25, ну как всегда, там состав запасные, руководство, плюс зарплата, плюс это, ну, премиальные какие-то. Таврия-Симферополь бренд в украинском футболе в 92-м неожиданно для многих команда выиграла первый чемпионат независимой Украины. В 2010-м крымчане завоевали Кубок Украины. И это последняя громкая победа симферопольцев. Продолжение следует...